Здравствуйте, друзья! Со мной сегодня на связи Никита. Мы продолжаем общаться с иммигрантами в Канаде, слушать их познавательные истории, из которых можно сделать очень хорошие и полезные выводы. Задам тебе такой вопрос. К чему ты не был готов, когда ты приехал в Канаду? Если честно, то мне кажется, я не был готов к бездомным и психически неуравновешенным людям на улицах Торонто. Вот это больше всего меня удивило. А что, их там прямо так много, бездомных и неуравновешенных? Ну, я сам с юга Украины приехал. И в сравнении с моим родным городом, да, их реально много. И, скажем так, некоторые из них, как мне кажется, немного опасны. И особенно, когда читаешь новости про то, что происходит. Скажем так, это один из минусов, которые отложились в моем сознании. Я понял. Хорошо, если мы говорим про минусы. Какие еще минусы ты увидел, когда ты приехал? Если честно, то, наверное, когда приехал, у меня были вот те самые розовые очки иммигранта, о которых вот все говорят, да, что это такая первая стадия переселенца. И особо минусов даже не замечал. На сегодняшний день я, в принципе, по-прежнему считаю, что плюсов значительно больше. А та история про бездомных и психически неуравновешенных людей, она появилась несколько позже, когда я начал уже, скажем так, познавать все прелести большого города, даунтауна, там, рабочей среды и так далее, рабочих будней. Вот. Я, наверное, больше минусов таких серьезных, ну, наверное, не могу назвать. Безопасность, да, может быть, это есть какой-то минус. Многие говорят, что страна Канады безопасная, но вот так вышло, что я живу в Торонто. Ну, иногда здесь встречается такая история, как какие-то там полицейские операции и так далее. Вот совсем недавно возле школы, где учится мой сын, была перекрыта дорога, были не простые полицейские, а что-то типа, я не знаю, там, СВАД, по-моему, да, называется эта история. С собаками была перекрыта дорога, в школе был специальный режим локдаун, меня не пустили в школу, вот, ну, что-то случилось. Ну, а что насчет погоды, например, как тебе погода в Торонто? Вот сегодня у нас снегопад, например. А вчера было вообще отлично, плюс 10. Естественно, я кайфую от этой погоды, я всю жизнь жил на юге, снега практически не видел, снег у нас был только в горах, вот, но мне нравится. Летом довольно жарко, жарко, тепло, зимой, ну, эта зима, все говорят, что довольно мягкая в этом году, вот, но мне нравится, я тащусь от снега, там, делаю фотки, хожу с семьей кататься на санках в парке. Мне очень нравится. Я не почувствовал каких-то сильных холодов, ну, максимум, что здесь было, по-моему, этой зимой минус 15, если не ошибаюсь. Да, эта зима была нормальная, да, я согласен. Окей, следующий вопрос, что я хочу тебя спросить. Ты приехал 8 месяцев назад, ты сказал? Почти, почти 10 месяцев. Я приехал в мае прошлого года. И из Украины или через какую-то другую страну? Ну, отправная точка была Украина, да, дальше там пришлось попетлять, был двухдневный перелет, вот, и конечной точкой была Торонто. Я понял. Почему Торонто? Я для себя поставил цель, что нужен большой город, потому что, как мне казалось, что большой город – большие возможности. Так как я всю жизнь был, скажем так, жителем провинциального городка, и мне всегда хотелось чего-то большего. В свое время я так и не смог уехать в Киев, жить и работать, вот, и была такая мечта. Ну, и в итоге в Канаде Киев – большие города. Ванкувер, Торонто, ну, наверное, Калгари. Вот, такие самые популярные. Так как нигде в Канаде у меня практически никого нет, там ни друзей, ни знакомых, ни родственников, ну, так быстренько почитал в интернете, где лучше. В Ванкувере дорого, в Торонто вроде как чуть дешевле, в Калгари холодно, ну, решили в Торонто. В общем-то, выбор довольно простой был. Понятно. И вот мне интересно первые впечатления. Ну, ты сказал, что там были розовые очки, все нравилось, все было хорошо, отлично. Но все-таки, какие первые трудности были? Языковой барьер, я думаю, что как у всех. Я никогда не считал, что я знаю хорошо язык, но у меня не было никакого страха по этому поводу. То есть я понимал, что я на руках, на пальцах смогу общаться. У меня был опыт работы в англоязычной компании, в турецком отеле, в турецком отеле. То есть я с турками общался, они более-менее знают язык, я знаю. То есть я понимал, что я смогу. Но когда я начал общаться вживую здесь с людьми, я понял, что я не всегда понимаю, что они говорят. Да. Вот. То есть это было таким, ну, довольно большим удивлением. У меня тоже было что-то похожее, на самом деле, когда я приехал. Особенно, ты знаешь, когда... Ладно, хорошо, там английская речь. Люди, которые родились здесь, носители языка, еще ладно, полбеды. Но когда начинают разговаривать индусы с этими акцентами, да, китайцы, то есть азиаты, вот это уже начинается жесть. То есть приходится напрягать там не только левую, левое полушарие мозга, но и правую. Я помню все это прекрасно. Это точно, совершенно верно. Я еще хочу сказать, кстати, что местные, которые именно канадцы, у них тоже довольно своеобразный акцент. Есть разные акценты, да. Да, я периодически сейчас смотрю всякие ролики именно, ну, юмористические про канадцев. И вот там как раз одна из частей этих, ну, так называемых приколов, это именно канадский акцент. Это тоже вот сразу так не дается на слух воспринять. Хорошо. Ты приехал с семьей, да, я так понимаю? Да, да, совершенно верно. Я с семьей, ребенок 10 лет и жена. И вы приехали в Торонто, в Даунтаун, правильно? Ну, не совсем. Или сначала другое какое-то место? В плане, где мы поселились, произошло следующим образом. Мне очень повезло, но я смог найти жилье еще до прилета. Я мониторил онлайн-сайты, всем рассылал запросы, и так вышло, что я нашел своего будущего лендлорда, находящегося еще в Украине. Мы созвонились по WhatsApp, криво-косо пообщались по-английски. Оказалось, что он учился в Киеве, он сам вьетнамец. Вот. И мы поселились, первые несколько дней мы жили в Миссисаге, потому что это был конец мая, а здесь заселяются вот такие странные правила с первого числа календарного месяца. Ну, не обязательно, но да. Ну, у нас вот такая была история. И с 1 июня мы заселились в Этобико. Ну, не южный Этобико, а где-то вот посерединке мы в районе аэропорта живем. Я понял. Я понял. Вот так. Ты связывался с лендлордом напрямую. Как тебе эта мысль пришла? А почему там не через риэлтора, например, ты действовал? Я шерстил сайты по аренде недвижимости и просто отправлял запросы. Написал через переводчик, что так и так, мы семья из Украины, прилетаем. Я уже знал, какого числа я прилечу. Писал, что у меня нет работы, нет кредитной истории, но мы готовы там заплатить за первый и последний месяц. Ну, наверное, если брать тот сайт, на котором я отправлял запросы, который сработал, я, наверное, штук 30 отправил. То есть на квартиры по моему бюджету, по моей локации, которая условно меня устраивала на тот момент. Буквально два человека мне ответило, и вот из этих двух я по фоткам квартиры решил связываться с этим человеком. Он мне в итоге отвечал, мы потом созвонились по WhatsApp. То есть остальные все мертвые объявления никто не отвечал. А по поводу риэлтора я, честно, не думал, потому что я был уверен, что риэлтор – это, ну, возможно, и дорого. И к тому же я понимаю, что никто не захочет связываться с человеком, который даже еще не в Канаде. То есть, ну, зачем тратить время, непонятно, когда он прилетит, не прилетит, это пустая трата времени. Ты правильно сказал, что обычно риэлтор, если слышит, что человек приезжает и работы нет, ну, перспектив, что это что-то там получится, да, в плане, в плане там, что получится снять жилье и все такое. Там перспективы не сильно радужные, скажем прямо, потому что сейчас с недвижимостью, с арендой ситуация там довольно критическая. Вот. То есть, ты правильно это сказал, но это не значит, что нельзя, вот как ты, да, пробовать и пытаться самому что-то найти. Потому что есть люди, которые все-таки согласны, там, если напрямую действовать, рассмотреть там определенные варианты. Вот я поддерживаю тебя, что ты так сделал, и молодец, конечно, что это... Да, ну, я считаю, что мне, ну, действительно повезло в этом плане, но я до самого последнего момента не верил, что действительно этот человек является лендлордом, что это его квартира, то есть я везде где-то искал какой-то подвох. И мало того, этот человек встретил нас в аэропорту на своей машине, помог с чемоданами, он заселил нас в свое другое жилье, по-моему, на 4 дня, прежде чем мы переселились в ту квартиру, о которой общались. В первый день он дал нам денег на еду, потому что у нас не было канадских долларов. То есть все было очень человечно, и когда мы засыпались с женой, я, если честно, я думал в первую ночь, я думал, что, ну, сейчас точно вот должны ворваться какие-то люди, там, забрать нас и продать нас... Заложники, продать вас в рабство. Да, я реально до последнего момента, я не верил, что это возможно. Скажи дальше, а что в плане работы, как происходило? Ну, в плане работы, значит, я начал искать работу через 2 недели, как мы приехали. 2 недели у меня ушло на оформление документов, которые вот нужны для нормальной жизни. Это там банк, страховка и так далее. Через 2 недели я вышел работать на фабрику. Об этой работе я договорился также еще онлайн заранее. Вот, связался с человеком. Оказалось, что фабрика условно рядом со мной, как мне сказали, 15 минут. Но с пробками оказалось все гораздо хуже. Да, все верно. Ну, как я понял, мне ответили 15 минут, потому что все рассчитывают расстояние, если едешь на машине. И на машине действительно это примерно 15 минут по хайвее. Вот. А фактически на общественном транспорте у меня выходило примерно полтора часа в одну сторону ехать. Это рано утром я где-то в 4 утра вставал и уезжал на фабрику. Фабрика, пекарня, пекарня. То есть я сам всю жизнь работал в ресторанах, в отелях. То есть это мне относительно близко, да, сфера питания. Вот. Но в итоге на фабрике я работал всего неделю. Вот. Но не могу сказать, что мне понравилось. И так вышло опять же, что там вышел какой-то технологический простой. И на неделю меня потом оставили дома, сказали, что не приходи. Вот. Я опять же начал думать, что какой-то развод, что я отработал неделю и денег не получу. Ну, в итоге мне потом заплатили. Но так как этот простой, он оказался больше, чем неделя, я начал искать другую работу, потому что, ну, это не вариант. Неделю работать и потом сидеть просто на звонке и ждать, когда тебя вызовут. Вот. Потом был мувинг, была стройка, была доставка еды. Стандартный сценарий. Да. Да. Стандартный сценарий для новоприбывших. Ну, в общем-то, никаких негативных моментов у меня нет. Единственное, что там мувинг, тяжело и кэш. Стройка. Я работал на покраске. Вот. Было не тяжело. Ну, я, кстати, так ничего и не красил. Я просто убирал и пылесосил. Вот. И тоже кэш. Работал, кстати, не с украинцами, а с албанцами. Так вышло, что попал в албанскую компанию. Они тоже так криво-косо по-английски общаются. Ну, в общем, все по-честному оказалось. Вот. И после всего этого я понял, что тратить полтора часа на дорогу, ну, никак не вариант. Начал заниматься правами, восстановлением своих прав, ну, чтобы канадский получить. Нашел машину. Начал доставлять еду, как это делают многие. Думал, что смогу в Uber. Нет, у меня были неполные права на тот момент, и Uber мне отказал. Вот. Другую компанию, да, взяли тебе? Да, совершенно верно. И потом впоследствии решил, ну, надо возвращаться в ту сферу, откуда я, скажем так, вот, ну, вышел, да. То есть это моя профессия. Я в общественном питании всю жизнь. В отелях, в ресторанах. Когда-то барменом начинал. Начал искать работу барменом. В итоге, после рассылания резюме, ну, как обычно, там, 20, 30, 40 резюме пришлось отправить, смог найти работодателя, у которого я работаю по сей день, это уже, наверное, месяцев 7. Барменом, да? Ну, да, совершенно верно. Я работаю барменом в ресторане, в даунтауне. Как раз-таки вот это был... Что за ресторан? Момент знакомства с атмосферой даунтауна. Прости, закончил мысль. Ресторан абсолютно небольшой, называется Ричпенд Стейшн. Я не знаю, реклама или не реклама. Не, ну, я имею в виду канадский ресторан или там тематический. Это, ну, скажем так, это ресторан больше как шеф-стейбл. Не знаю, знаком вы или нет с этими значениями. Это... Здесь нет тематической кухни. То есть это не канадская, наверное, больше европейская кухня. Вот. Но вся фишка в том, что меню меняется каждую две недели. А, класс. Да. За счет этого есть постоянный поток гостей. Как здесь говорят, ресторан so busy. То есть, ну, реально, людей очень много. Вот. И я начал работать барменом. У меня был огромнейший испытательный срок по... Вот, во всяком случае, по правилам этого ресторана. По причине того, что у меня был довольно большой языковой барьер. Если обычно здесь стажируется там два-три дня в нашей сфере, то мне сказали неделю. Вот. Я отработал неделю, показал, что знаю, что умею. В итоге меня приняли. И через полтора месяца предложили повышение. Круто. Вот. Предложили повышение. Дали... Ну, условно повышение, да. Но, тем не менее, это все равно вселило в меня уверенность. А как сейчас с английским языком? Как языковой барьер все еще мешает тебе? Как-то ты ощущаешь это или уже более-не менее? Ну, проблемы все равно, конечно, есть. Я еще далек от совершенства. Вот. Но я сам по себе чувствую, что и мой язык улучшается. К слову сказать, вот как приехал, я сдавал этот местный канадский тест. У меня был уровень 5. А сейчас у меня уже уровень 6. Я вот недавно сдавал еще раз. Вот. То есть я там за полгода на одну ступеньку смог сдвинуться. Вот. В плане работы, в плане профессиональных каких-то вопросов. Все отлично, все в порядке. Я все понимаю и я могу говорить. Вот. Ну, это как бы самое главное. Вот. Если, конечно, отойти от работы и заниматься какими-то другими делами, то, ну, наверное, это пока еще сложно. Никита, скажи, вот ты рассказал, что первое время работал там стройка, покраска, да, вот такие мувинг-физические работы, которые обычно делают новые мигранты. Как вообще было в плане, в моральном? Ну, в физическом, конечно, понятно, что это довольно тяжело все это делать, там, тяжелые вещи переносить. А в моральном плане ты был готов вообще к этому? Как ты себя ощущал на тот момент? Дмитрий, абсолютно нормально. Да, я был готов. Я еще перед переездом, в принципе, понимал, что все, что у меня было, да, дома, нужно все положить на дальнюю полку и забыть об этом. Я чувствовал себя абсолютно нормально, то есть, скажем так, знаете, как многие говорят, работы не боюсь, да, ну, наверное, вот это так, то есть, ничего страшного, ремонт дома делал, красить там, убирать не проблема, вещи таскать, диваны, ну, конечно, мне кажется, каждый там парень-мужчина это когда-то делал. Вот, то есть, в принципе, ничего абсолютно сложного и, ну, наверное, я из тех, знаете, людей, которые, вот говоря, деньги не пахнут, то есть, ну, если, как бы, люди платят, да, там, за мувинг или за покраску, ну, почему нет, что здесь такого? А причиной переезда стала война в Украине? Ну, да, это было, ну, это стало таким, знаете, решающим, естественно, толчком, как и у большинства тех, кто сейчас переезжает. Мы когда-то планировали, думали, но это было все в таком вяло текущем режиме, на уровне просмотра YouTube-роликов и периодически вбиванием в Google, куда можно эмигрировать. Как уехать в Канаду? Ну, ну, не в Канаду, на самом деле о Канаде практически никогда не думали. А думали в другое место, куда-то поехали? Ну, да, у меня все была такая, знаете, американская мечта, США и так далее, ну, почти рядом. Ну, да, да, почти рядом, это правда. Я живу вообще рядом с границей, здесь недалеко регион Ниагара, Niagara Falls, Buffalo, тут все рядом, поэтому у нас такая, знаешь, обстановка здесь, все рядом вообще. То есть, границу пересекают, люди есть, которые катаются в Штаты вообще чуть ли не каждый день и на работу ездят и все такое. Я сам тоже довольно часто бываю. Ну, не об этом речь. Окей, скажи мне тогда, давай поговорим, ну, так вот, просто, скажем так, глобально, да. А какие планы на будущее вообще в Канаде нравится, планируете оставаться здесь или, может быть, действительно перебираться там в какие-то другие, более теплые страны? Ну, перебираться в другие страны, я думаю, что нет, потому что все-таки переезд это не так просто, наверное, по большей части материально, да, то есть это довольно затратная история. Вот. В плане перспектив, ну, я лично для себя сейчас, наверное, пока вижу светлое будущее. То есть, Канадам, в принципе, понравилось, подошло все, менталитет. Какие плюсы вообще ты видишь? Сори, я тебя перебиваю, просто мне интересно. Ты приехал недавно, я тут уже динозавр, можно сказать, давно, и мне просто интересно. Какие плюсы ты для себя вот увидел здесь? Ну, первое, это доброжелательность местных людей, потому что у нас вроде как тоже люди все добрые, но вот всегда ждешь подвоха. Я по-прежнему иногда чего-то опасаюсь, да, вот когда мне там в банке что-то предлагают, да, какие-то суперусловия или в супермаркете, я всегда ищу подвоха. Вот, ну, наверное, это в крови уже, и я не знаю, получится ли от этого избавиться. Может, это и хорошо, на самом деле. Вот. Мне нравится инфраструктура, которая здесь, потому что, я, как говорил, я из маленького городка, где там у нас условно маршрутку по полчаса приходилось ждать и стоя ехать, да. То есть я кайфую от местного общественного транспорта, вот, в плане того, что он есть, да. То есть, понятно, полтора часа ехать на работу, это в четыре часа утра не очень хорошо, но ты можешь добраться в любую точку города, абсолютно. Вот, это плюс. Еще из плюсов, ну, наверное, то, что, во всяком случае, Торонто, это, ну, типа центр мира, да, то есть, если что-то нам нужно заказать онлайн из локальных их-то магазинов или вот с Алиэкспресс я что-то заказываю, то все довольно быстро приходит. Опять же, это в моем случае, потому что там, где я жил, это все длилось неделями. Здесь буквально там за три-четыре дня мы получаем доставки, которые нам нужны. Вот, для меня это плюс. Ну, и глобальных минусов ты сказал, что ты не увидел, кроме вот, ты упомянул бомжи, да, то есть криминальная обстановка не очень хорошая в Даунтауне. Есть еще такой пункт, как медицина, но я не могу сказать, что это прям большой минус. У нас был опыт уже общения с врачом, и в госпиталь мы ездили там по определенным проблемам у ребенка. Вот, все по-другому. Вот, но, как я считаю, что на сегодняшний день вот то, что оно бесплатно, да, и покрывается страховкой, это хорошо, как мне кажется. Вот в новостях пишут, что хотят сделать частные клиники, да, чтобы вроде как была более доступна медицина. Но мне, честно, кажется, что если это произойдет, то все пойдет по тому пути, вот как было у нас, что государственное все будет в увядающем состоянии, а частники будут развиваться. И если у тебя есть деньги, ты лечишься быстро. А если денег нет, то, ну, условно, да, там, пенсионеры от этого не выиграют никак, простые люди. Ну, палка в двух концах, да. Ну, да, да, поэтому я не могу назвать медицину прям большим минусом. По-моему, очень круто, когда ты прихожешь к семейному врачу, кстати, у нас есть семейный врач, ну, все, что нужно было, это отослать, наверное, 50 или 70 запросов в разные клиники и получить ответ. Ну, ты действуешь по принципу «танки грязи не боятся», я так понимаю. Ну, слушайте, самое главное, что есть результат, потому что я читаю разные чаты. Молодец, это похвально. Да, и многие люди не могут найти семейного врача. Мы нашли, он англоязычный, мы общаемся через переводчик иногда, но, блин, он есть. Мне кажется, это хорошо. Так вот, мы приходим на прием к врачу, и сразу же в этой же клинике мы получаем бесплатно лекарство. Ну, по-моему, это хорошо. А потом смотришь в интернете, а это лекарство там 150 долларов стоит. Поэтому, ну, нельзя это назвать минусом, как по мне. Это, наверное, еще какой-то кризис после ковида, дает свою большую, скажем так, обголосок свой дает. Ну, да. Я хочу тебя спросить следующий вопрос, уже, наверное, в заключении. Что бы ты хотел сказать людям, которые думают о переезде сюда? Каких ошибок, может быть, стоит избежать? Что бы ты самому себе пожелал, если бы сейчас переезжал, да? Основность на том опыте, который ты получил здесь. И вот второй вопрос. Почему ты согласился на это интервью? Окей, ну, по поводу пожелать. В первую очередь оцените свои языковые навыки. На мой взгляд, знание языка, это, наверное, процентов 70-80 успехов. Самое главное. Не важно, кто по профессии, не важно, сколько денег, не важно, там есть друзья или нет. Язык, очень важно. Вот я, на мой взгляд, ну, недооценил свои способности. Вот. Но у меня еще не самый плохой случай оказался. Вот. И второй вариант, второй момент, который хочу пожелать, это, наверное, более детально изучить возможности дальнейшей документов, да? Легализации, пиар, гражданства и так далее. Потому что я, наверное, этот момент, ну, скажем так, пустил на самотек, прежде чем выбирал место, да, куда переезжать. Сейчас я понимаю, что в Антарио довольно тяжело в плане условий для получения пиара. Вот. И я рекомендую, если есть у тех, кто планирует переезжать, желание легализовываться, этот момент тоже изучить. Это довольно важно. Вот. Второй вопрос, почему согласился на интервью? Ну, мне кажется, что моя история, она такая более позитивная, что ли, если сравнивать вот с историями, которые в последнее время появляются в Ютубе. И я просто хотел бы, ну, скажем так, дать людям надежду, что все возможно. Возможно найти жилье, возможно найти работу, возможно найти семейного доктора. Устроиться на работу. Да, да, устроиться на работу. Выучить язык. Это вот, если постоянно, да, вот что-то делать, крутиться и, скажем так, не вешать нос, то все получится. Именно так. Это как про ту лягушку, которая болтала все время ногами, да, пытаясь выбраться. И в конце сметана, по-моему, превратилась в масло. Молоко превратилось в масло, что-то такое. Я тоже очень люблю, Дим, эту притчу и довольно часто ее рассказываю. Ну, рассказывал раньше своим коллегам еще на Украине, когда работал. У меня довольно большая команда была. И я очень часто на собраниях это рассказываю. Все верно. И знаешь, очень важно, очень важно это позитивный настрой. Я вижу, что ты очень позитивно настроен. И несмотря на все трудности, которые тебе, твоей семье пришлось здесь пережить, этот позитив никуда не ушел. Это очень важно. Не унывать и видеть во всем положительные моменты. Ну, да, стараюсь. Спасибо. Супер, супер. Ну, хорошо. Давай тогда будем на связи. Посмотрим, что люди нам напишут в комментариях, какие вопросы. Ты заходи, смотри. Люди будут там что-то спрашивать, может, какие-то дополнительные вопросы. И ты отвечай на них по мере возможности. Конечно, спасибо. На самом деле, да, я стараюсь коммуницировать. И есть такая вот поговорка, переехал сам, помоги переехать другому. И я стараюсь отвечать на адекватные вопросы. Не то там, типа, где найти работу и все. А что за работа, что за профессия, никто даже не пишет. Ну, бывает такое. А если какие-то конкретные вопросы с какими-то конкретными данными, стараюсь помогать людям. В частности, вот в нашем билдинге, где мы живем, переехали другие украинцы, которые тоже дистанционно, в том числе с моей помощью, сюда заселились. То есть я их свел с лордом. Вот, поэтому, окей, конечно, я по мере возможности буду читать, отвечать, комментарии. Оставим твой, может, ссылку на фейсбук, на профиль, мессенджер, чтобы люди писали. Ну, в принципе, я не против, да. Можно фейсбук, можно инстаграм. Я ни от кого не скрываюсь, в принципе. Наверное, лучший инстаграм, он более живой у меня, чем фейсбук. Потому что в фейсбуке такие более взрослые люди с прошлых работ. Я особо там не дурачусь в фейсбуке. А в инстаграме можно повестить. Хорошо, оставим твой инстаграм. Окей, желаю тебе удачи в дальнейшем твоем пути иммиграции. Чтобы все сложилось самым наилучшим образом. Спасибо большое, Дим. Было приятно пообщаться.